Хочешь? Я тебе помогу. Любители искусства узнают цену души. Авторский театр «Пророчество» в рамках плеч ставит новый спектакль. Группа молодых артистов организовала этот театр с нуля несколько лет назад и сейчас активно работает над новой постановкой, которая удивит даже самого требовательного зрителя. Эта история называется «Цена души». Название «Говорящее» здесь рассматривается как раз вопрос, сколько же стоит человеческая душа. Она о любви, о предательстве, о дружбе. И в конце каждый ответит на свой вопрос, и, возможно, зрителям тоже будет о чем задумываться. Пока у этого спектакля прошло несколько предпоказов, рассчитанных на небольшую аудиторию. История с изюминкой, иначе не скажешь. Придуманная ребятами китайская легенда полна интриг и философии. Из небольшого рассказа история превратилась в постановку почти на 40 минут. Сам по себе спектакль, он больше классичен. Хотя у нас в репертуаре есть и интерактивные вещи, но здесь актеры по большей части находятся либо на сцене, либо выходят через зал, но все равно больше на сцене. И ближе к концу он становится интерактивным. А когда мы также вовлекаем зрителей в процесс, непосредственно мой персонаж это будет делать. Работа над спектаклем проходит в небольшом офисном помещении, которое ребята сняли специально для репетиции пошива костюмов. Спектакль продумывают от начала до конца. Важно, как будет одет герой, с какой интонацией он будет говорить. Артисты и режиссер уделяют особое внимание движениям и мимике. Через них раскрывается подлинная история. Мы все делаем сами. Мы все делаем сами. Большую часть на себя труда и забот берут, естественно, вот Мария и Светлана, наши руководители. Светлана замечательно шьет костюмы. Вместе с Марией они пишут тексты, сценарии. В дальнейшем какие-то, если... Ну, всегда бывают шаховатые моменты. Какие-то мы моменты, если что-то в текстах не так, крайне редко мы это поправляем. Дальше репетируем, то есть учим слова, подбираем движения, какие-то фишки в процессе появляются. Театру три с половиной года за это время труппа поставила несколько спектаклей. Есть немного наивные и добрые истории, почти сказки. Есть серьезные постановки с глубоким смыслом. Разные спектакли и по времени. Одни проходят в двух действиях и занимают полтора часа, другие совсем короткие. Подготовка к любой премьере для ребят сложное, но по-своему интересное испытание. Начинается с первой читки. То есть неделю где-то мы вычитываем текст, потом я начинаю ругаться громко, чтобы все учили слова. Обычно почему-то заканчивают учить незадолго до первого выступления. Ну и начинаем ставить. Нас, конечно, тут площадка небольшая, но часто мы договариваемся, чтобы нас уже пустили туда, где мы выступаем. Даже если уже не первый раз идет выступление, нам все равно на новой площадке приходится все заново прорабатывать. Геометрии разные. В ближайших планах театра гастроли в Казани. В далеких – покупка оборудования, на которое ребята понемногу откладывают деньги. А жившую китайскую легенду «Цена души» все желающие смогут увидеть 21 октября в библиотеке имени Горелина. Вход свободный. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.